Около двух лет назад студенты Южноуральского госуниверситета начали работу над спортивным тренажером, в котором за счет мышечной силы человека вырабатывается электроэнергия. По словам профессора Евгения Соломина, разработки увенчались успехом. На данный момент готова уже третья модификация устройства. За счет возвратно-поступательного движения, то есть туда и обратно, осуществляется преобразование во вращательное движение. Затем вращательное движение передается через шестерню на электрический генератор, который преобразует энергию вращения в электрическую энергию. Устройство позволяет выработать напряжение в 5 вольт, что как раз подходит для зарядки смартфона. Механизм можно присоединить к любому тренажеру. В теории, обеспечив такими устройствами спортзалы, можно аккумулировать энергию, которой хватит даже для освещения помещений. Запасы углеводородов, вообще говоря, в мире остались всего на 50 лет. Поэтому через 50 лет вообще ничего не будет, ни нефти, ни газа, и розетки тоже не будет. Постепенно думать и переходить на вот эту вот, что ли, зеленую энергию, на наш взгляд, нужно. Инженерными работами по проекту занималась вместе со студентами Екатерина Череминина. Сейчас студенты уже выпустились из вуза, а идейный вдохновитель продолжает с энтузиазмом усовершенствовать механизм. На данный момент тренажер находится в 104-й школе, и им активно пользуются ученики. Это их мотивирует заниматься спортом, не замечая, что это нагрузка, та же самая физическая. И мотивация, а кто больше выработает электричество, кто сильнее, кто мощнее, тоже много значит. Разработчики уже получили патент на этот необычный тренажер, способный превратить мышечную массу в электроэнергию. Инженеры надеются, что в скором времени им удастся запустить серийное производство чудо-устройства, чтобы от занятий спортом люди получали двойную пользу. Наталья Старцева, Мария Исаакова, Антон Захаревич, «Наше утро». Субтитры создавал DimaTorzok